всем привет меня зовут игорь и вы смотрите канал новинки айти и сегодня у нас обзор на новенький корпус от corsair 500d и он относится к линейке строгих минималистичных черных но при этом очень сексных корпусов obsidian так ну и первое что прямо так сразу и напрашивается слышите слышите эти звуки звуки у нас новенького железа сегодня у нас будет так сказать беглый обзор потому что изначально я конечно хотел что-то собрать в нам интересненькое но так оказалось что нового железа в общем-то интересного практически нет а тот самый райзен 2000 серии но получается все то же самое мы там уже видели я делал на него обзор по сути получается что просто первый райзен нужно было самому разгонять а второй разница то же самое дает из коробки вот и все чтобы вы там не писали поэтому сегодня мы просто посмотрим что нам может предложить корпус за 150 долларов в среднем ну а потом как-нибудь я думаю все таки мы соберем на нем что-то интересное глядя первые картиночки какие-то первые анонсы я вот почему-то боялся что он будет просто очередным черным огромным шкафом ну вспомните тот же 900 д эти чудо корпуса снимаешь да вот это два супер мега гиганта в которых можно собрать супер-пупер компы опытные сборщики говорят что например в этом корпусе собирать супер системы с водяным охлаждением круче какое молодой тогда был красивый в общем ладно в любом случае это медитавр что уж говорить поэтому он ощутимо меньше получился вот этого вот монстра corsair 780т который я пока ни на что не могу променять они до сих пор очень нравится и он получился примерно тех же размеров что и corsair 270r на которой уже относительно давно делал обзор в составе сборочки с райзен ну а самое главное козыри этого корпуса что за свои 150 долларов это относительно недорогой корпус не бюджетный но недорогой он предлагает вам шлифованный алюминий очень красивый боковые стенки из закаленного стекла затемненные смотрится это все конечно очень круто гораздо дороже своей цены я считаю дизайн это конечно всегда была вещью на любителя я бы сказал но вот мне лично всегда очень нравились такие корпуса все кто меня давно смотрит об этом знают что это вот не просто для этого корпуса я так сказал но здесь же кроется и главный минус этого корпуса это ужасная непрактичность в плане внешнего вида потому что вот этот вот шлифованный алюминий стекло когда вы отклеите отсюда пленочку очень охотно собирает всякие отпечатки пыль сюда очень охотно садится поэтому если вы будете хотеть содержать корпус в чистоте в первозданном в новеньком виде то придется постоянно тряпочку и специальную жидкость хранить где-то рядом на морде у нас самые популярные самые современные разъемы юсб 312 штуки и даже юсб тайп си есть по бокам у нас с обеих сторон панели из закаленного стекла немножко затемненного ножки прорезиненные то есть шум будет минимально отдаваться в стол везде где можно поставить вентиляторы спереди сверху снизу везде есть пылевые фильтры которые легко достаются моются потом как новенькие ставятся обратно и даже есть возможность поставить видеокарточку вот здесь вот необычным способом то есть на показ как это сейчас модно покупайте райзер переходник чтобы в материнку воткнуть ну конечно если видяха тяжелая то придется ее где-то с краю подпереть ну и просто киллер фича в этом корпусе смотрите как открывается боковая крышка одним пальцем а красота вот здесь вот резиночки стоят которые не дадут хлопать дверями просто закрываете все на магнитиках все четенько стеклянные двери и в общем то это даже ощутимо удобнее чем на моем вот этом корпусе то бишь здесь нам надо немножко отщелкнуть достать вот ну хотя она немножко со скрипом все проходит но вот здесь просто блин шикардос что касается трех с половиной дюймовых механических жестких дисков увы здесь всего два посадочных места для них и получается что в новых корпусах ну скорее всего к сожалению в скором времени они будут потихоньку отмирать как и отсеки под дисководы 525 которых тут кстати тоже нет и слава богу но зато ssd шик у нас тут целых три посадочных места а если у вас еще и материнка поддерживает м2 формат то еще и материнку можно ssd шик напихать что касается минусов если вы собираетесь ставить сюда радиатор который там по моему двухсекционный только поддерживается к сожалению вот это вот пластина которая в общем-то должна отдавать доступ к установке она не снимается эта часть корпуса снизу есть монтажная пластина которого откручиваете туда ставите уже радиатор и вместе с радиатором потом это все прикручиваете обратно не очень удобно плюс вот это вот глухая стенка тоже прозрачная она вас просто обязывает следить за этим порядком укладывать красиво кабели иначе здесь будет вот это вот все то есть получается что вот возле блока питания мы провода запрячем зато вот это вот все основное мы покажем в общем то понятно для кого это сделано для любителей пофапать на красивый кейбл менеджмент кто задротится вот это вот раскладочка красивых кабелей тогда да в общем то смысл в прозрачности этой стенки есть что касается маркости материалов я уже отметил то есть в моем понимании конечно корпус очень красивый но опять же очень непрактично именно в плане внешнего вида но что касается моего корпуса то я так пока что и не нашел ему замену он в общем то может не такой красивый но здесь точно также открывается боковая крышечка да там она вопреки всем трендам уже довольно устарела она пластмассовая она не во все окно но тем не менее крышка точно также очень просто открывается здесь нет кожуха под блок питания и все вот эти провода некрасивые торчат но тем не менее корпус у нас не маркий даже учитывая белый цвет он хоть и пластиковый да но он не марки у нас получается вот здесь металл толстый вот здесь металл потолще как мне кажется чем здесь точно также здесь все фильтры пылевые снимаются точно также здесь зато можно поставить фан контроллер который благодаря отсекам под дисководы до до сих пор остался и в общем то по размерам по совокупности всех каких-то параметров он для меня в общем то пока вне конкуренции то есть и жесткие диски можно напихать и сколько хочешь вентиляторов я в общем то полагаю что их не совсем корректно сравнивать потому что он стал примерно что-то около 8-10 тысяч рублей даже до кризиса или где-то в его самом начале а вот этот стоит те же примерно 10 тысяч рублей уже вот получается после падения курса рубля так ну что в общем то такой бегло осмотр корпуса готов на этом у меня сегодня все возможно будут некоторые огрехи я сразу заранее приношу извинения потому что сегодня я очень много экспериментирую записываю звук вот сюда я до сих пор не представляю насколько сложно будет все это дело синхронизировать с моей камерой на которую сейчас это все снимается камера кстати у нас а давайте я сейчас сразу и покажу на вот такую вот штучечку снимается поэтому тоже все это чтобы для динамики для красоты там троллевали чтобы вам все это как-то ну по-другому немножко в других ракурсах показать штучка это было собственно для этого и приобретена поэтому возможно будет немножко необычно немножко где-то грехи какие-то но я думаю вы мне сделаете на эту скидочку потому что ну первый раз блин я буду стараться делать лучше в общем то на сегодня все всем спасибо за внимание и до встречи в новых видео всем привет я игорь морозов вы смотрите канал новинки эти и сегодня у нас обзор